Сейчас будет страшно, приготовься Очень смелый мужчина Я очень смелый мужчина Я на серу горел Всем привет Всем привет, друзья Вы попали на канал Нечай И вы попали В ближайшие парочку минут вы будете смотреть главные Видосы прошедшей недели Нашу реакцию на это, наши комментарии на это А кто мы такие? Я скажу Габами Германа Мы очень классные Справа от меня Артём Нечай И я Герман Эль Классико Я больше не хочу жить на этой планете И сегодня я не дам тебе скучать Давай, начнём с тебя Я так понимаю, что у тебя больше, поэтому начнём с тебя и закончим Да, и роликов у меня тоже больше Наша любимая рубрика Швичинка недели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Агли Хуй, возьму Агли Агли У него автоматом Типа подойди к Дебрёвину и обязательно положи голову ему на плечо Это невероятно А мне сначала показалось, что он сказал Хагли Типа, знаешь, обнимающийся Агли Так он сначала вообще забыл как Что Агли? По-русски Я, блять, Агли Мне кажется, это как Фенито Когда с Андре, он же тогда записывался Я Андре что-то сказал и Фенито такой Нет-нет-нет, потом Ааа, ноу-ноу-ноу Ааа, ноу-ноу-ноу Нет, ноу-ноу-ноу Зинченко и Дебрёвина Есть такие взаимоотношения Когда тебя реально бесит какой-нибудь чувак Все время зовет там какие-нибудь 10 способов снимать Там что-то такое, манеж И ты типа ему говоришь Отвали ты, достал там А второй чувак думает, что он шутку Дааа Мы же поедем сейчас 10 способов снимать Дааа, отстой Говно, не хочу, не хочу Смешно Агли Хуй, возьму Агли 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 А я тебе отвечаю Тогда отвечай У меня есть Месси пингвинчик Ааа, ааа Зеленая Рыжма Гу-гу-гу Оооо Вот такой Мне кажется он пересмотрел просто контент Пандоса У Пандоса тоже любимое вот это Месси готовится к России Он должен знать поля русские Должен знать российских игроков Должен знать российский ютюб Он уже с альфа-банком подписался, чтобы быть ближе к Дудю И он хочет быть ближе к Фиферам По поводу того, что футболисты хотят узнать русского После матча сборная Бразилия Казимира сказал, что он вообще не знает никого из российских футболистов И очень много фоток, где он общается с Черышевым Может быть, Казимира воспринимает Черышева как испанцы Ты сказал И пингвинчика месячного 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 Месячный Месячного 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 ДИКО ПОЗОРНЫХ РЕКЛАМА Я помню, он рекламировал какую-то палку во рту Которую И прям у него по лицу видно Он типа должен улыбаться Но ему НИХЕРА Это не нравится Мой менеджер дебил Может он реально продал душу какому-нибудь рекламному дьяволу Я хочу играть до 50 супер на топ уровне Но при этом, типа ему дьявол говорит Зато ты будешь сниматься в дерьмовейших рекламах Что тут вообще рекламировать? Кто-то захочет купить такую бабу? Он скажи мне Главное, что ее зовут София В честь города в Болгарии назвали ее Или что? К чему я сейчас сказал? Я просто сказал, что ты подхватишь, быстро пошутишь и ты пошутил ЕС! Погода на улице не очень хорошая И по моему мнению, как будет выглядеть чемпионат мира в России Если все будет продолжаться так же, как и сейчас Сык он старается охренеть А где это? Это известно где По-моему, в Сербии где-то И болельщики, видишь, что есть болельщики То есть это... Так это может эта игра такая в Сербии? А болельщик? Давай, давай Он чистит Сербский керлинг Я знаю, почему он хочет поиграть в футбол Поставил на самого себя, что он забьет в этом матче А скорее всего, сделал он это с хорошими коэффициентами на сайте 1xbet Потому что много спортивных дисциплин там Красивый сайт Быстрый вывод средств И самое главное, что даже на вот такой сербский футбол там можно поставить Серьезно? Да Надо убегать по ссылке в описании Покажу тебе, как Мбаппе и Дембеле тренируются Время Покажать Что нас делается? Уыыыы! Уыы! Уыы! Уатер! Просто Мбаппе и Дембеле, которым в сумме там 20 лет, реально! Они как два фаворита! Говоря о фаворитах, кто главный фаворит чемпионата мира по твоему мнению? Мой главный фаворит сборная Бразилии, У них же, знаешь, ходят, что они всегда такие свободные, веселые, самые классные. И тут же я хочу тебе показать ролик, связанный с бразильцами. Я неожиданно понял, что футболисты, те, которые не играют в России, они вообще как артисты. То есть их можно заказывать на свадьбу. А футболисты, которые играют в России, они как артисты. Трехочковая шутеха! Если бы сборная России перед Шпионом Миром подготовила свой собственный танец, какой бы это был? Говнянка? А вообще на кого надежда сборная России на артистизм? Я думаю, что Федор Смолов. Да. Все. А сейчас получается ты мне показал или я тебе показал? Я тебе показал два, а я тебе аж два показал. А О, покажешь мне, чтобы получилась вода? Двигаемся дальше. Телеканал Мир. Выбрал самого красивого футболиста по версии женщины и самого некрасивого. Как ты думаешь, для начала, кто самый красивый? Подожди, они определяли это по ягодицам, глазам и росту? Нет, это на что обращают внимание? Женщины? Да. Ягодицы, глаза и рост? Да. То есть, по мнению женщин, самый красивый фифер это Боба Тумба получается. Потому что у него большие глаза. Кстати, я же недавно, да, познакомился с Джеффом. Один из первых вопросов, он был, какой у него длинный член. Ну, потому что это действительно очень интересно. Ты же был такой в раздевалке? Нет? Он показывал или что? Ты же как раз шутканул, ты говоришь, блядь, ты еще попроси его показать. Я говорю, ну слушай, я с человеком впервые знаком. Как я могу попросить его показать? Вот спрашивай про длину члена. Первые возможности. Это нормально. Самый красивый, Оливье Жиру, самый некрасивый, Савио Мане. Он пытался повторить за Жиру, но нет. Кто самый красивый фифер и самый некрасивый фифер? Благо я не фифер и исключаю себя. Я не снимаю фифу, камон. Everybody. Мне кажется, самый некрасивый Генемиль. Он прям вообще такая баба-водяная из Ведьмака 3. Вылезла такая и начала фифулю играть. Ты говори некрасивого. Ты уже сказал все, Генка, извини. В смысле? Закончили рубрику. Идем дальше. Вот сука какая, а. Демократичный, типа такой. Ха-ха-ха, я никого не обижу, ля-ля-ля. Пытаюсь понять, кого бы я назвал бы. Ну, будь я девочкой, я не знаю. По-пацанским понять. По-пацанским? Да. Ну, кому ты жахнул бы в задницу? Кому ты больше всего хочешь поставить на ворота и подсрачником мечом попасть? О! Это самый некрасивый, получается. Нет, это тот, кому я хочу подсрачников надавать. Ты против Миллера, я против панды. Я за добро, ты за зло. Я не против Миллера. Он клевый. Мне наоборот нравится, что он не загоняется по внешности. Неплохо, да? Мы набрали материал. Мы набрали лайки, потому что вы уже должны ставить, потому что мы отлично привели этот выпуск. Мы теперь должны перейти на канал Герману и там еще набирать дохеренища лайков. Спасибо тебе, Герман. Спасибо тебе, Артемка. Мы очень странная команда. Зачем ты сейчас цитируешь Гаджи-Гаджиева? Вам кари. Нам так сказал, когда один из футболистов лизал шнурки. К концу подходит этот выпуск и Артем ответит словно в рифму. Спасибо вам, я очень счастлив. Мне нравится для вас снимать. А что же я? Я просто буду и продолжать, и продолжать. Мм? Нечай и Герман. Увидимся через неделю. Присылайте в паблик Нечая новые видосы, которые вы видели за последнюю неделю. Надеюсь, вы провели этот парочку минут прекрасно. Пойдем убивать людей сковородкой.